всем привет поздравляю всех с прошедшим новым годом и мы будем смотреть январьские бесплатные ассеты которые раздают epic games у нас небольшое сегодня количество будет так что быстренько разберем первое это у нас орка games фоу анимешин банду в общем здесь большое количество анимаций которые мы сейчас посмотрим здесь анимации у нас в общем как движений всяких залазений ударов выглядываний из-за укрытия падение от повреждения то есть принципе очень много всяких сдачу плен бег с оружием в общем большое количество повороты на месте то есть движение с различными видами оружия я уж наверно говорю также анимации по зомби давайте дальше переключимся здесь у нас тоже с оружием есть также есть кардио анимации там занятия спортивными видами какими-то да разминки далее что у нас тут йога как вы помните наверное в gta 5 был такая небольшая миссия с йогой тоже вот принципе уже анимации готовы можете смотреть это что непонятная анимация за что-то зацепились видимо и типа здесь надо определять что это вообще давайте посмотрим дальнейшее второе с этих что там приготовили нам у нас магические звуки да и всякие иные звуковые эффекты так это у нас magic spells здесь в общем есть различные штучки в общем быстрым к пробежимся чтобы примерно знать какие здесь есть звуковые эффекты также звук огня льда света в общем мне кажется здесь много что можно найти интересного падение камней звуки воды я думаю принципе достаточно примерно по сути на что здесь существует ты кого на различные звуки и принципе почти все пробежались вот кроме воздуха вот такие вот следующий это ассет биомов здесь различные виды так скажем ландшафтов давайте посмотрим на это тоже как видите у деревьев есть вода сеточка у нас конечно жесткая по ландшафту сам ландшафт да естественно видите да он немножко красный такой когда мы нажимаем f5 мы это все увидим ну естественно вот эти вот деревья это у нас светлые они из-за того что является плоскостью которая вот переходит у нас в трехмерной модели то есть лода есть так и травка различного различного вида небольшие кустарники ветки и так далее подводного ничего нету вода сделана плоскости перейдем к следующей это вот первая вторая третья ну в общем вроде как три штуки их всего так это что у нас ну типа снег на самом деле просто побеленная текстура земли но для вот да для дальних фонов в принципе это даже приемлемо как-то выглядит очки очки давайте запустим естественно да ландшафт здесь необходимо как-то заново все это генерировать видимо потому что он слишком качественный у него не поддерживается воды то есть загрузка по памяти загрузка на обработку будет глобальненькая так ну это почти то же самое только без снега в общем тут просто сменили материала травка то же самое кстати дорога можно использовать чуть дальше отлетим в общем как видите издалека в принципе выглядит более менее приемлемо ну вот эти вот воды деревьев необходимо переработать я бы их чуть зеленее сделал чем желтые далее у нас плагин trace detected да это в общем на оружие выставляется так скажем хит давайте откроем какой-нибудь sword видите да socket то есть он здесь получает получается из первой точки во вторую точку трейс и естественно при соприкосновении с этим трейсом у нас получается какие-то взаимодействия так вот я как раз с этим мячом нахожусь вот смахи вот эти трейса из первой получается во вторую и вот соприкосновение у нас дают точечки если ударить допустим другим мячом вот насквозь зеленые это то что у нас соприкосно было соприкосновение и точечки мы видим куда было соприкосновение ударов то есть здесь по сути это можно было сделать и самому но здесь человек сделал компонент то есть если мы зайдем а где у нас персонаж зайдем персонаж здесь у нас есть как раз таки тот компонент который обрабатывает это все и вот на левый удар проигрывается play монтаж и здесь вот tagl trace check он как раз таки нам показывает эту линию ну здесь просто обработка здесь мы выросли в принципе ничего и не видим давайте посмотрим что там правый правый у нас просто обрабатывает какой находится предмет ну здесь просто показывает куда он попал далее у нас triplex house вилла здесь не особо интересно давайте взглянем на это это вот эта карта все висит в воздухе снаружи у нас стоит hdry давайте я уменьшу немножечко передвижение камерой так такая его детская я еще запущу и вот таком виде здесь у нас начинает чего-то ругаться на память fps 150 120 все отлично прозрачные естественно области у нас краснеют но это нормально стандартно для них вот такой вот зал абажуры спальня мастер bedroom ванны туалет подъем на второй этаж с анимации этот здесь у нас такой спортзал небольшой и гардероб холл или как это назвать детская как раз таки мы ее смотрели и здесь вторая спальня вот такой вот зданица но здесь есть еще backyard и получается что у нас там вот здесь у нас гараж с инструментами которые естественно не станет снимаете смотрите можно много что сопоставить инструменты прямо раскладывали ящики не отодвигаются ну вот закончились эти пять бесплатных ассетов и все остальные нам бесплатно раздают это войс sdk здесь у нас для звукового сопровождения и арбия в общем дополнительная реальность и виртуальная реальность чтобы можно было глобально как-то погрузиться в это все здесь сложно как-то с этим все рассказывать не имея в яра того же самого коллектор плагин для сбора игровых данных во время игровых сессий это сами понимаете в общем для онлайн какой-то части и в общем она прописывает по сути он видит лог каких-то ваших данных с помощью этого вы что-то сможете поднять прописать куда-то в общем плагин которые внедряют twinmotion в андреал и с помощью этого вы можете его просматривать уже в движке прям напрямую далее у нас navmesh reloaded это такая нода которая получается перезагружает navmesh по которому ходит искусственный интеллект в общем в общем персонажики ваши передвигаются то есть вы можете допустим у вас имеется какая-то дверь которая вы как-то забыли продумать допустим чтобы она не отображалась на navmesh и и с помощью этой ноды при открытии двери у вас преграда с разрывом navmesh можно с помощью reload в общем исправить как пейнтер environment это такие вот 3d модельки нет домов деревьев и всяких скажем окружение такого здесь можно выставить как так и от третьего лица и получается от первого и в общем от разных видов то есть в общем вот такое вот количество элементов которые можно посмотреть date smith twin motion это тоже библиотека которые файлы date smith из twin motion в общем можно просматривать в он реле тоже тоже дополнение которое можно загрузить я думаю что мало людей вообще ковыряется в этом twin motion потому что это архитектурные части далее идет у нас пират трехмерная моделька пирата конечно синяя татушка на его лице не особо как-то похоже тело очень похоже на одного персонажа который уже нам раздавали очень 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 похоже возможно даже человек сделал одежду и добавил ее на данного персонажа вот кстати можно очень яро на это наблюдать так скажем си елка это в общем какая-то штука которая работает с камерами которые дополняет так скажем виртуальной сцены в общем для большинства нас это не нужно фрид ди такая штука это в общем камера вот эта камера является сиелкой как они тут перевели виртуальных сцен да для создания виртуальных сцен мы этим не пользуемся ммм кит это плагин дополнение это не полностью ммм кит он отдельно продается здесь в общем можно подключаться cp сокет асинхронное подключение дополнительные дата сет в общем primary дата сета у меня один из предыдущих видео был как использовать дата сета здесь он тоже как-то работает в комплекте и в общем кстати можно посмотреть здесь со стимулом еще есть подключение к стиму может быть какие-то индивидуальные библиотеки функции что-то найдете интересненько sweet teach audio звуковой инспектор в общем этот плагин показывает какие звуки у нас в игре сейчас работают если я не ошибаюсь четверка поддерживала 36 звуков одновременно работе да насчет пятой я не знаю возможно увеличили это количество звуков если так и вы знаете сколько напишите в комментариях чтобы большинство людей это было в курсе потому что я конкретики не видел не слышал по увеличению количества звуков одновременно рабочих в общем кстати этот плагин возьмите себе в комплект чтобы просматривать если у вас большое количество звуков допустим первые звуки у вас отработает там 35 штук все остальные у вас просто перестанут воспроизводиться либо звуковой ряд просто начнет перемешиваться и все некорректно будет работать отдых с чертежами что это такое я вот сколько читал только не понял в общем какие-то запросы запросы с файлами в общем непонятно что это если вам интересно посмотрите я даже ставить не стал не стал смотреть что за плагин и здесь у нас расширение статической системы рун в общем для rpg да у нас такая статистика имеется далее также можно смотреть какие-то определенные значения и также у нас имеется какие-то количество рун с помощью которых вы можете определять взаимодействие их и персонажа в общем как видите да вот слоты рун которые выставляются и здесь по ним ведется какие-то вычисления и все то есть небольшое количество в общем если вам что-то из этого хоть понравилось напишите в комментариях а на этом все всем спасибо и пока что это не 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 Продолжение следует...